Менее чем через две недели состоятся выборы в Государственную Думу 8-го созыва. Эксперты считают, что на данный момент примерная расстановка сил на политической арене уже известна. По прогнозам, Единая Россия может получить в новом созыве Думы до 305 мест. КПРФ отойдут 64-68 мандатов, ЛДПР получит от 43 до 46, и, наконец, Справедливая Россия за правду займет до 33 мест. С одной стороны, кампании последних, скажем, 10 лет показывают, что сложилось определенное равновесие сил в федеральной политике. Думские партии проще чувствуют себя в своих нишах, и ничего неожиданного в этой части не произойдет. Но в чем интрига этих выборов и этой кампании? Эксперты отмечают, что в преддверии выборов все еще высок процент граждан, пока еще не решивших, за кого отдать свой голос. Эти 16% избирателей обычно определяются в последние дни перед голосованием и могут как распределиться между основными партиями, так и значительно улучшить позиции так называемых политических новичков. Одновременно остается определенный процент граждан, принципиально не участвующих в избирательном процессе. Это определенная часть, я представляю, что нужно с этим смириться. Нет необходимости, понимаете, всех убеждать до 100%, что нужно прийти и так далее. Есть же другая часть, которая социально активна, политически активна, это тоже нормально, вы понимаете. Люди приходят, голосуют, отдают свои голоса, как вы понимаете. Как я полагаю, они 4-5 партий, это нормально. Процент, конечно, колеблется, он находится в постоянном движении. Эксперты отмечают, в период пандемии избирательная кампания идет особым образом. В обществе высок запрос на стабильность. От кандидатов граждане ждут внятной политической программы, отвечающей в первую очередь их экономическим и социальным интересам. Также политологи подчеркнули, что в этой предвыборной гонке обошлось без крупных скандалов и черного пиара. Спокойно идет кампания. Да всем хайп надоел уже. Люди разобрались, что на самом деле хайп это интересно. Есть лолс, это когда эмоции, а есть профит. Сейчас все ждут профита конкретного. То есть вот эта система малых дел, она запускает в голову избирателя, ну я так думаю. Например, у меня этот вопрос возникает. А какие ваши гарантии? Вот вы предлагаете прекрасную программу. А у вас есть штаб, у вас есть ресурсы, у вас есть информационная система, у вас есть социальный капитал. Также в этом году отмечается беспрецедентная система обеспечения законности и прозрачности выборов. Вся процедура будет проводиться под видеонаблюдением архива и хранится в течение года. Любой момент может быть зафиксирован процессуально в юридическом ключе. Это фактор очень мощный. Наличие в самих избирательных комиссиях, по сути дела, наблюдателей в виде членов комиссии с правом совещательного голоса, который формируется, в том числе с активным участием партий, это гарантия внутренней работы избирательной комиссии. То есть внутренний контроль, внешний контроль, данный объективного контроля. Ну и в конечном итоге очень серьезную роль играет экспертное сообщество, наблюдательское сообщество, которые, безусловно, создают среду, где нарушить тяжело, трудно и, кроме того, еще и вредно. Подводя итоги обсуждения, эксперты подчеркнули, что текущая избирательная кампания – одна из самых спокойных и предсказуемых за последние годы. На первое место выходит не только борьба за избирателя, но и работа с актуальными требованиями граждан. Надежда Пешехонова, Ксения Колоскова, Роман Миколенко, Телеканал, Волгоград-1.